Здравствуйте! Это программа «Наши налоги». Меня зовут Альбина Полищук. И сегодня мы вам докажем, что платить налоги через личный кабинет удобнее. Доказывать это и говорить на эту тему. Вы и мы сегодня с нашей гостью, с Гульфеей Каюмовой, начальником отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Татарстану. Гульфея, здравствуйте! Альбина, здравствуйте! Очень приятно в этой студии видеть вас сегодня. Осень у нас на дворе. Мы все прекрасно знаем и помним, что до 1 декабря все граждане должны заплатить имущественные налоги. О том, кто должен их платить, что делать, если платежки квитанции не пришли, как заплатить налоги, как это сделать удобно, дистанционно. Будем мы сегодня, Гульфея, вас на этот предмет пытать. Для начала хочется спросить, налоговых уведомлений сейчас уже можно ждать? Сентябрь закончился, октябрь начинается. Начну с того, что в нашей республике почти 2 миллиона 200 тысяч граждан обязаны уплачивать имущественные налоги. На сегодняшний день осуществляется рассылка налоговых уведомлений. Она у нас всегда проходит этапами. Если говорить о цифрах, о статистических данных, то общая сумма исчисленных имущественных налогов составляет более 8 миллиардов рублей. Например, по налогу на имущество более 1 тысячи собственникам квартир, домов, гаражей и других строений исчислен налог на имущество. Транспортный налог исчислен на 1 тысячи автовладельцам. Земельный налог 1 тысячи собственников участков. То есть вот у нас, я говорю, 2 миллиона 200 тысяч граждан обязаны уплачивать имущественные налоги. Рассылка налоговых уведомлений будет осуществляться по октябрь включительно. В электронном виде у нас всегда есть категория налогоплательщиков, которые получают. Это налогоплательщики, которые подключены к личному кабинету налогоплательщика для физических лиц. Они получают в электронном виде их 600 тысяч. И на сегодняшний день налоговые уведомления уже выгружены. Нужно этой категории налогоплательщиков зайти в свой личный кабинет и найти налоговые уведомления в личном кабинете. И хотелось бы напомнить, раз у нас тема называется «Платить налоги через личный кабинет удобнее», хотелось бы напомнить именно возможности функционала личного кабинета. Напомню, что через личный кабинет можно платить налоги в режиме онлайн, заполнять декларацию по форме 3НДФЛ, видеть все свои объекты, которые находятся в базе данных налоговых органов, то есть видеть на какие объекты проходит исчисление имущественных налогов. Правки внести, да, ведь в случае необходимости. Мы попозже еще об этом поговорим. Если вдруг обнаружился объект, например, машина продана два года назад, точно не в прошлом году, а уже давно, а пришел налог, можно правочки везде сообщить налоговое обыдение. Обязательно нужно будет сообщить, да, то есть переписываться. Вот вы как раз о возможностях сами рассказываете, переписываться с налоговыми органами дистанционно. Еще у нас в этом году такое небольшое новшество, это касается государственных служащих, есть сведения о своих счетах. То есть у нас, почему это интересно госслужащим, потому что они ежегодно представляют сведения о своих доходах в отдел кадров, в отдел безопасности. И вот чем бегать по банкам, собирать справки о закрытых, об открытых счетах, все это можно увидеть в своем личном кабинете. Ну, это очень удобно, это очень удобно. Потому что я представляю, как это муторно, да, действительно искать. Даже если счет в середине года был закрыт, в прошлом календарном году, все равно полгода он же действовал, надо где-то информацию о нем раздобыть. Вот это все есть в личном кабинете. Ищешь обычно в приложениях, в телефоне приложениях банковских, ну, это непростая задача. Все это под рукой в своем личном кабинете можно увидеть. В своем личном кабинете. И еще тоже вот необходимость такая, я считаю. Например, вам нужна справка по форме 2 НДФЛ. И вместо того, чтобы обращаться в бухгалтерию, ждать, они, может быть, не сразу вам распечатают эту справку, вы также можете эти сведения увидеть в своем личном кабинете. Точно. Тоже это удобно и это важно также для госслужащих, которые ежегодно заполняют сведения о своих доходах и расходах. И при заполнении НДФЛ-3 тоже автоматически все эти данные встают в нужные разделы, да? При заполнении 3 НДФЛ это все учитывается, все подтягивается, да. Как говорится, заполняем, оплачиваем в 2-3 клика. И, конечно же, хотелось бы отметить именно преимущество мобильной версии, которая так и называется налоги ФЛ. Это мобильная версия личного кабинета. У нас на сайте есть видеопомощники, которые разработаны центральным аппаратом Федеральной налоговой службы. Я предлагаю продемонстрировать этот ролик телезрителям. Давайте посмотрим. Любопытно. Налоги ФЛ – мобильное приложение, которое всегда с вами. Где бы вы ни находились, в мобильной версии личного кабинета физического лица вы можете просмотреть и редактировать свой профиль, уточнить персональные данные и получить электронную подпись. Вся информация об имуществе в вашем мобильном телефоне. Вы можете запросить справки о нем и другие документы. Быстро и просто оплатить налоги с помощью Apple Pay, пополнить авансовый кошелек, контролировать начисления и задолженности по налогам и общаться с налоговыми органами через интернет. Все просто. Результат в два касания. Пользуйтесь. Ну, действительно, убедительно. Если все это у тебя под рукой, в кармане. То есть те налогоплательщики, которые уже у нас имеют доступ к электронной версии личного кабинета, могут пользоваться и мобильной версией. Таких у нас налогоплательщиков в нашей республике 600 тысяч. И вот другая категория налогоплательщиков – 1 миллион 600 тысяч татарстанцев. Они должны получить налоговые уведомления в срок до 1 ноября традиционно по почте с заказными письмами. Напомню, что рассылкой и распечаткой налоговых уведомлений у нас занимаются не налоговые органы, а федеральное казенное учреждение ФКУ-налогсервис в нашем случае для нашей республики этим занимается ФКУ-налогсервис в республике Башкортостан. Рассылка налоговых уведомлений осуществляется через почтовое отделение Почты России. Поэтому на конверте может быть отправитель указан ФКУ-налогсервис в городе Уфа. То есть не пугаясь. Удивляться этому не надо. Не надо думать, что это мошенники, что это неправильная квитанция. Это все правильно. Это уже не первый год такая практика. Именно вот это учреждение для нашей республики уже несколько лет подряд распечатывает и рассылает налоговые уведомления. Запомнили. Запомнили. Если все-таки так случилось, что налогоплательщику почему-то не пришло уведомление, а бывают такие случаи, в каких случаях такое может произойти? Что делать? Ну, конечно же, как... Во-первых, мы ждем по почте до 1 ноября. До 1 ноября ждем. Срок уплат у нас 1 декабря. То есть в течение месяца можно будет уплатить налоги вовремя. Если налогоплательщик подключен к личному кабинету, ему нужно смотреть свое налогоуведомление в электронном виде в личном кабинете. Оно уже выгружено. Можно зайти и посмотреть. И оплатить, соответственно, в режиме онлайн. Естественно, есть жизненные ситуации, когда налогоуведомление просто не направляется. Это когда налогоплательщик имеет 100% льготу или налоговый вычет, который его полностью освобождает от уплаты имущественных налогов и, соответственно, налог не начисляется. Если сумма начисления меньше 100 рублей, в этом случае налогоуведомление тоже не направляется. Оно будет направлено на следующий год или за 3 года. И, как уже я сказала, если налогоплательщик у нас подключен к личному кабинету и не направил, можно направить уведомление через личный кабинет о том, что хочу получать налогоуведомление на бумаге. Если это сделано, то налогоуведомление будет и в личном кабинете, и придет на бумаге. Если этого не сделано, то налогоуведомление будет только в электронном виде в личном кабинете. Не пропустить этот момент. Поэтому если до 1 ноября налогоплательщики не получат сводные налоговедомления, им нужно будет обратиться либо в любую налоговую инспекцию или в любое отделение МФЦ. В отделение МФЦ уже обращаются с определенным бланком заявления и согласен на обработку персональных данных. Если человек претендует на какую-то льготу по налогам и почему-то ее не учли, почему-то она не учтена, что ему делать, куда обращаться? Предлагаю рассмотреть наглядно налоговое уведомление. Давайте посмотрим, как это выглядит. Как выглядит налоговое уведомление. В электронном виде так же примерно? В электронном виде оно будет точно так же, как и на бумаге. Вот у нас налоговое уведомление. Посмотрим, предоставлена ли налоговая льгота. Нужно обратить внимание, прочитать правильно налоговое уведомление, просмотреть колонку размер налоговых льгот. Вот посмотрите, есть такая колонка. Размер налоговых льгот? Да. В данном примере она пустая. Соответственно, Иванову Ивану Ивановичу... По транспортному налогу? Льготы нет, да. Поэтому нужно обратить внимание. Во-первых, узнать, относитесь ли вы к льготной категории, да. Например, пенсионер или многодетная мама. И вы точно знаете, что вы имеете полное право на льготу. А если не знаем, где проверить, как узнать? Если вы не знаете, тогда нужно зайти на сайт. Вот у нас есть сайт Федеральной налоговой службы. налог.gov.ru. Заходим. И на официальном сайте Федеральной налоговой службы у нас представлено на сегодняшний день уже более 60 электронных сервисов. Если вы хотите узнать, имеете ли вы право на льготу по имущественным налогам, вам нужно будет воспользоваться сервисом, который называется «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Это раздел, так и называется. Видите, раздел называется «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Здесь вы выбираете налоговый период. Например, многодетной мамой вы стали в 2020 году. Соответственно, в текущем 2021 вы можете воспользоваться льготой по налогу на имущество и по земельному налогу. А для того, чтобы посмотреть, действительно вы имеете право или нет, вы здесь заполняете все необходимые поля и проверяете тот муниципальный район, в котором вы проживаете, предусмотрена ли эта льгота или нет. Если да, но, как в примере в налоговом уведомлении, эта льгота не предоставлена, нужно будет обратиться с заявлением в налоговую инспекцию. В электронном виде или сходить все-таки нужно на прием? Ну, конечно же, лучше через личный кабинет, потому что это удобнее. Сейчас это делать уже поздно? Вот сейчас, когда рассылают уже уведомления? Или могут пересчитать эту сумму с учетом льготы? Конечно, пересчитают. Вот как? Не поздно. Поэтому не поздно, самая главная задача – это правильно прочитать налоговое уведомление, что там написано, каждую колонку изучить. Вот такой вопрос еще, Гульфия. Что-то в содержании, в самих налоговых уведомлениях поменялось в этом году, в этом календарном году? Как нужно их рассматривать? Насколько они отличаются от того, что было прежде? Потому что люди, когда видят эту разницу, они сразу напрягаются. Так же, как, собственно, штемпель, вы сказали, на конверте, который может прийти из Уфы. Все эти моменты, все эти несостыковочки с прошлогодними документами, они, естественно, людей заставляют задуматься. Что-то изменилось принципиально заметно в уведомлении? Ну, я могу продемонстрировать опять налоговое уведомление. Да, вот смотрите, перед нами налоговое уведомление, пример. Несколько лет уже не вкладывается в конверт квитанции. Да, а раньше было несколько бумаг. Да, раньше было. Уведомление, сама квитанция, платежный документ. Да, теперь у нас этого нет. Одна бумажка. Но есть обязательные реквизиты. Посмотрите, обратите внимание на экран. У нас есть три реквизита, которые могут быть использованы для уплаты имущественных налогов. Это штрих-код, уникальный идентификатор начислений, так называемый вот код, да, и QR-код. Вы выбираете для себя тот способ уплаты имущественных налогов, который вам больше нравится. А я могу вам только предложить некоторые варианты. Например, через личный кабинет. В личном кабинете есть возможность, да, вот оплатить сейчас. И здесь вы просто указываете реквизиты банковской карты. Также у нас есть, как я уже говорила, мобильная версия личного кабинета, где у вас к телефону уже все подтянуто, и, соответственно, уже даже вбивать ничего не нужно будет, сразу вы оплатите. И у нас есть на сайте, это для тех налогоплательщиков, у кого нет личного кабинета, есть такой сервис, вот он на первой странице, уплата налогов и пошлин. Но для того, чтобы произвести оплату с помощью этого сервиса, вам нужно будет иметь перед собой налоговую уведомление. Мы сюда что вбиваем в качестве своих? Уникальный идентификатор начисления. Ага, вот эти вот цифры. Да, и обратите внимание, что уже несколько лет мы можем оплачивать налоги как за себя, так и за третьих лиц, да, за родителей, за друзей, за детей. Несовершеннолетних детей, которые часто бывают, например, со собственниками долей в квартире. Да. Тоже по этому поводу много вопросов, почему ребенку приходят. То есть это возможность на сайте есть, но для этого, чтобы оплатить через сайт и через этот сервис, нужно иметь реквизиты, вот о которых я сказала. УИН, уникальный идентификатор начислений, QR-код и штрих-код. Один из этих реквизитов для уплаты с помощью данного сервиса, они необходимы. Мне бы хотелось вернуться к личному кабинету. У нас еще есть в личном кабинете так называемый электронный кошелек, куда налогоплательщик может заранее закинуть деньги, так называемый единый налоговый платеж. Это аналог электронного кошелька, куда общая сумма оплачивается, и потом уже сотрудники налоговых органов, они сами на разные налоги перекидывают деньги. Это удобно тем налогоплательщикам, которые имеют несколько объектов. Поскольку в налоговом уведомлении по каждому налогу, вот еще раз обращаем внимание на экран, у нас есть по каждому налогу три обязательных реквизита для уплаты. И такой расчет осуществляется для каждого налога отдельно. Вместо трех платежек с помощью электронного кошелька, единого налогового платежа, вы оплатите налоги один раз, одним платежом. Это вот удобно тем, кто имеет много объектов. Я предлагаю все-таки показать телезрителям более подробно видеоролик, который расскажет нам, что же такое единый налоговый платеж. Давайте посмотрим. С 2019 года налогоплательщики, физические лица, могут уплачивать налог на имущество, транспортные и земельные налоги при помощи единого налогового платежа. Вы и даже любое другое лицо можете одним платежным поручением перевести деньги в счет ваших текущих и будущих налоговых обязательств. Для формирования такого платежного документа вы можете использовать электронный сервис сайта налог.ру «Заполнить платежное поручение». Если у вас есть задолженности по налогам, они будут автоматически погашены за счет поступивших средств. При условии достаточности денежных средств, внесенных в качестве единого налогового платежа, вам больше не нужно будет следить за сроками уплаты налогов. При их наступлении налоговые органы самостоятельно проведут платежи. Информация о всех таких платежах будет доступна в вашем личном кабинете налогоплательщика. При необходимости вы можете вернуть ваши деньги в размере незачтенного остатка. Для этого нужно будет подать заявление в налоговый орган, который в течение одного месяца произведет возврат денег. Единый налоговый платеж экономит ваше время, уменьшает вероятность ошибки при заполнении только одного документа вместо нескольких и гарантирует своевременное исполнение налоговых обязательств. Пользуйтесь, это очень удобно. А вот это вот для меня новость, что даже если лишнего в кошелечек положишь, то можно эти деньги будет вернуть. Да, там будет отображаться как переплата в личном кабинете, и вы сможете тоже через личный кабинет написать заявление на возврат и направить в электронном виде. Опять же, очень удобно. Напоследок, ложку дегтя. Добавим, что будет тому, кто не заплатил во время налоги. Мы помним, 1 декабря крайний срок. Ну, время еще есть, да, почти несколько месяцев. Ну, во-первых, после 1 декабря, начиная со 2 декабря, будут начисляться пени за каждый день просрочки исполнения обязанности по уплате налогов. Налоговые органы направят после срока уплаты, после 1 декабря, направят налогоплательщикам требования об уплате имущественных налогов. Такой вот документ, да, так, о выявлении недоимки у физического лица. И после получения вот этого требования, если налогоплательщик не оплатит все-таки налоги, потому что внутри документа будет новый срок уплаты, да, то в отношении этого налогоплательщика уже будет применен весь комплекс мер по взысканию задолженности. У нас уже задолженность будет взыскиваться в судебном порядке. Судебные приставы исполнить у нас будут изымать денежные средства за счет имущества, включая денежные средства, которые находятся на банковских счетах. Судебные приставы имеют право установить запрет регистрационных действий, установить, ограничить выезд должника за пределы Российской Федерации. И если все-таки задолженность будет взыскиваться в судебном порядке, неплательщику имущественных налогов придется заплатить сумму исполнительского сбора. Это не менее 1000 рублей, еще в размере 7% от долга. Ну, то есть накопятся лишние расходы, так скажем, говоря простым языком. Поэтому пока есть время до 1 декабря, есть время подключиться к личному кабинету, потому что не обязательно ходить в налоговую инспекцию, а можно зайти в личный кабинет с помощью пароля к порталу Госуслуг. Мы об этом всегда с вами говорим. Поэтому к порталу Госуслуг у большинства есть доступ. С этим паролем можно зайти в личный кабинет и уже сейчас им пользоваться. Убедили. Спасибо большое, Гульфия, за интересный рассказ, за полезный рассказ. Спасибо. Это была программа «Наши налоги». Мы сегодня говорили о том, что платить налоги через личный кабинет намного удобнее.